МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом четвертьфинале, а всего их будет два, заявлено 17 участников. Из них в полуфинал пройдет только восемь. Нам пришлось поменять последний трюк, буквально в последний момент, потому что мы поняли, что не помещаемся по высоте. И вот буквально за пять минут до номера мы думали, чем финалить. Финал номера нам пришлось, грубо говоря, немножечко изменить. Примечательно, что у участников, прошедших четвертьфинал, было меньше пяти дней на подготовку абсолютно нового номера. Причем при его постановке им следовало учесть все замечания и комментарии компетентного жюри. Правда, некоторые четвертьфиналисты предпочли делать все по старинной русской традиции. В последний момент. Замела все пути, это злая зима, мне тебя не найти, все в снегу города. С 11 вечера до 2 часов ночи реально все это, ну вот репетировали за городом. Каждый свое, каждый свое, да, собрались дома у меня и репетировали, репетировали. Хочется сделать когда-то, когда-либо это заранее, подготовиться, но, как обычно, это происходит все спонтанно, потому что это как бы душевный порыв. Это невозможно выдумать, что мы как бы это делаем, прежде всего, от души и для души. В то время как на сцене участники сменяют друг друга и представляют на суд жюри и зрителей разножанровое выступление, за кулисами волнительная атмосфера. Стой. Я вообще облачко. Одни отдыхают перед выступлением, другие приводят в порядок костюмы и макияж, третьи репетируют, ведь до конца участники не уверены, оценят ли жюри их новой постановки. А тем временем на кону общий призовой фонд в 3 миллиона рублей. Страшно. Очень страшно. А почему? У нас дебют номера, мы его сделали за два дня и вчера трепали. Вот, и все. Поэтому страшно. Шоу талантов Бродвей проходит в развлекательном комплексе «Тигр де Кристалл». Второй четвертьфинал, где определят остальных полуфиналистов, состоится уже 2 июня, а сам полуфинал пройдет 9 числа. Организаторы приглашают стать зрителями всех желающих. Вход на шоу свободный. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.